Итак, мы начинаем с вами третью лекцию этого семестра. Рад вас приветствовать. Спасибо вам большое, садитесь. Мы с вами в прошлый раз обсуждали забавные вещи. Забавные вот в каком смысле. Я вам говорил, ребята, 2 плюс 2 равно 0. Ну, я имею в виду, ну, конечно, там другие числа, да, и я имею в виду, что это дело по модулю 4. Ну, я такие вот числа, там, помните, да, игрался, да, вот. Если у меня двубитовые, то, соответственно, я зажат в кольцо вычетов от 0 до 3. Если результат, он у меня вылетает за кольцо вычетов, то он не округляется, нет. Он именно что методом, что мы числовую ось целочисленную, что называется, нарубили вот на такие куски, и каждый кусок сюда тупо перенесли. Или, короче, взяли остаток при делении на соответствующее число и его получили. Вот. Значит, короче, есть фишки, связанные с вычислениями в рамках кольца вычетов, что у нас поле целых чисел конечных. Но было бы забавнее еще одна интересная штука. Вот, например, смотрите, вот было бы очень забавно, если бы вы попробовали сделать 1 плюс x. Скажите, пожалуйста, x в этом случае это что? Математически. Ну, если результат, я прибавляю к единице x, и результат это x. Ваше мнение? Мы не в кольце вычетов. И вообще мы в дробных числах. Вот математически, да, вот это какая ситуация? Ну, очевидно, да, это обычные числа, не спиноры, не какие-то комплексные, обычные числа. Вещественные. Очевидно, да, то есть мы из этого делаем вывод, да, x вообще-то должен равняться нулю. К сожалению, при вычислениях на компьютере мы не можем работать с реально вещественными числами. Потому что вещественные числа, они подразумевают бесконечную точность. Ну, бесконечную, вот идеальную, да, вот, как точку на отрезке, что называется, указать. А, к сожалению, да, математически это существует, да, бесконечная точность. То есть, ну, реально, мы даже одно единственное число не можем сохранить в памяти компьютера. Мы не можем сохранить в памяти всех компьютеров мира все знаки числа π. А ты, бесконечное количество, периода нет. Мы их можем вычислять и вычислять. Очередной математик, пользуясь очередным суперкомпьютером, вычислил число π с очередной точностью. Я сейчас даже не буду там с фамилиями, какая разница. Но это вот, тем не менее, там очередная новость, до какого-то там суперпуперского знака вычислено число π. Ну, забавно. Для математиков, на самом деле, я не хочу, так сказать, обесценивать их труд. Это забавно. Но, послушайте, мы вынуждены работать с конечной точностью. Но интересно то, что вот в результате вот эта вот ситуация совершенно не означает, что х равен нулю. То есть, есть совершенно обычная ситуация, да, что х у меня это вполне типичное число. Ну, слушайте, есть всякие физические константы, вполне вам, наверное, знакомые. А масса электрона сколько? Кто помнит? Ну, фапфы. А? Чего? Ну, минус 31 степень, это страшно? Да научно, нет, не страшно. Ну, электрон же он имеет, реально, да, там масса электрона, да. Она вот такова, да. Вот смотрите, у вас есть один, это КГ, да? Да. Килограмм. Очень ценю. На самом деле, вот, Тетр Леонидович Капица, наш отец-основатель в физтех, он очень ценил в людях знание констант и умение прикинуть на пальцах, там, да, ну, примерно, то есть, без там деталей, ну, примерно прикинуть, что в результате там получится. Можно электрон там поймать, там, конденсатором или что-то, можно там это сделать или нет. Вот так вот оценочное. Сейчас в физтехе этим уже хуже обладают. Но, что я хочу сказать, да нормальная вполне ситуация. А если я к килограмму добавлю массу одного, ну, слушайте, ладно, протон, протон, во сколько раз тяжелее протон? В тысячу раз он тяжелее, да? Сколько? Да, в 1768 раз, да, а нейтрон, там, чуть-чуть он тяжелее протона. Ладно, я сам уже не помню, конечно, эти массы, к сожалению, но я и не работаю, правда, физиком сейчас. Когда-то лучше все это знал. Я кафедру в Дубне, ой, я и заканчивал, поэтому это более-менее все представлялся, уже забыл. Ну, короче, ну, хорошо, ну, накинем мы, допустим, там, масса протона. Я так вообще грубо, вот так, ладно, я допишу сюда минус 30-ю степень, да, это была масса электрона. Я три порядка так накину, да, примерно напишу, да, там, порядка, ну, 10 в минус 27-й, да. Нормальный порядок? Да нормальное число, вполне, да, такие числа встречаются. Вопрос, вот я беру килограмм, и я в него кидаю протон. И еще протон. И еще протон, и еще протон, и еще протон. Но он в какой-то момент станет весить больше, правда? Он состоит из протонов, соответственно, если я складываю числа, складываю, складываю, в конце концов, что должно произойти? Он должен вырасти. А здесь оказывается, что если я прибавлю вот такой вот х к единице, а он не вырастет. Вот я могу сколько угодно прибавлять, а у меня вот, пожалуйста. Более того, даже не обязательно вот такую вот. Мне достаточно прибавлять 10 в минус 17-й. Числа, отличающиеся на порядок, на 10 в минус 17-й, на 17 порядков друг от друга, бесполезно складывать и вычитать. Запомните это. Я решил с этого начать лекцию, чтобы вы вот прям понимали, когда 2 плюс 2 равно 0, но это мы уже привыкли, как-то я вас пообтесал. А это еще прикольнее, уж и работаем вроде в дробных числах, товарищи, умножать безопаснее. Ну, в целых числах там умножение, оно быстрее вас выведет с кольца вычетов, да, там удваивается количество бит для хранения, поэтому вы быстро умножая обнаруживаете, что там предельная значимость достигнута. А здесь прикольно то, что ошибки, вычислительные ошибки не происходят. Это даже не переполнение. Это типичная работа. Давайте я вам теперь объясню, как и почему. Заинтригованы? Запомните. 16 знаков отличия двух чисел, да, которые мы складываем, а плюс б, на 16 порядков отличия, это уже катастрофа. 15 близко к катастрофе, 14 хреново. Да, 10 порядков отличия двух чисел, это тоже фигня. Сейчас я буду пояснять, почему. Числа, которые мы складываем, должны быть примерно одного порядка точности. Итак, мы с вами будем обсуждать сегодня дробные числа. Дробные числа. Их хранение в памяти компьютера. Особенно для вас, это супер-пупер важно, потому что вы принесете свои вычисления на очерку или в научный журнал, он посмотрит, как ты это вычислял, вы принесете. Все супер-пупер, да, но число, которое получается в результате, оно может из-за машинной точности, из-за погрешности вычислений, машинных, не того, что у вас там ряд недосчитан до нужного члена, нет. Из-за машинной точности может получиться, что это число совершенно неправильно. Итак, принципиально для хранения дробных чисел придумано несколько методик. Я недавно узнал, что существует еще одна, к сожалению, я не подготовился по ней. К сожалению, не подготовился по ней, чтобы рассказать, вау, есть крутая методика. Но она и не поддерживается языком C++, я не знаю, поддерживается ли она питоном, поэтому я про них пока и говорить не буду. Но вообще математики и алгоритмисты, они проблемой озадачены, и они ищут разные способы, а как по-другому хранить числа в памяти компьютера, чтобы получалось при вычислениях, особенно физических, где нужны всякие разные порядки, более-менее ничего. Но, короче, вот я буду только два. Так, два пути. Первый называется фиксированная точка. Я буду говорить точка. У нас в России десятичная запятая, во многих странах Европы десятичная запятая, но в других точка, в Америке точка, и в программировании всегда принята точка. По-английски floating point, поэтому вот так вот. И, соответственно, fixed point. Соответственно, фиксированная точка и так называемая плавающая точка. Плавающая точка. Быстро обсудим, что такое вычисление с фиксированной точкой. Мы отводим под хранение числа некоторое фиксированное число бит. Я ради модели на доске, естественно, уменьшаю сейчас количество бит. Я их здесь сделаю восемь. Хватит одного байта. Хватит одного байта для демонстрации. Достаточно. Итак, допустим, у меня есть восемь бит для хранения числа. Я могу в них, соответственно, нолики записать, единички записать. Если целые числа, да, минимальное состояние от всех нулей, положительное состояние все единички, а могу ли я вообще дробные числа хранить? Как мне это сделать? И первая мысль очень проста. А давайте числа, которые хранятся у меня вот здесь, воспринимать так, как будто где-то в конкретном месте у меня находится двоичная точка. Двоичная точка. Ну ведь есть же двоичные дробные числа. То есть если этот разряд, это количество единиц, это количество двоек, это количество четверок, восьмерок, это количество шестнадцаток. Ну я же вам объяснял про двоичную систему исчислений, да? Ну мне проще, если честно, все-таки цифрами записать, десятичными, да? То есть это у меня количество единиц, двоек, четверок, восьмерок, шестнадцаток, да? То это количество одновторых в числе, это количество одночетвертых, это количество одновосьмых, ну и так далее, да? Ах ты ж негодяй, уснул. Ну ладно, разбудим потом. Понятна логика, да? Ну просто дробные числа, двоичные существуют, нет в этом проблемы. В этом нет проблемы. Значит, и я могу хранить, пожалуйста, и работать с такими числами. Как это выглядит на числовой оси? У меня какое максимальное я число могу сделать? Шестнадцать плюс восемь плюс четыре плюс два плюс один. Это сколько получается? Тридцать один, да? Плюс одна вторая, плюс одна четвертая, плюс одна восьмая. Ну, это без одной шестнадцатой, да? Или, а, прошу, без одной восьмой, семь восьмых, да? Без одной восьмой будет тридцать два. То есть у нас числа, да, я здесь сейчас знака не добавил, у меня беззнаковая, да? Ну, мы сейчас шестнадцать уберем. Ну, хочется, чтобы числа могли работать мало того, что дробные, да, со знаком. Ну, давайте добавим сюда знак. Давайте добавим знак. Я сейчас не буду использовать дополнительный двоичный код. Я, к сожалению, про него подробно не рассказал. Но я говорил, что, в принципе, целые числа, они там уходят в минус на единичку дальше. Но для дробных чисел с плавающей точкой у нас будет существовать плюс ноль и минус ноль. Поэтому давайте для фиксированной точки считать, что у меня прямое кодирование. То есть это тупо знак. Соответственно, нолик значит плюс, единичка значит минус. Так принято. Нолик плюс, единичка минус. Признак отрицательного знака. Значит, все остальное это, собственно, само число, значение числа, его вылью. Соответственно, я еще уменьшил. Мои числа теперь в каком диапазоне? От минус 15, да? Минус 15 и 7 восьмых до плюс 15 и 7 восьмых. Как эти числа распределены? У меня фиксированная точность. Я точнее, чем 1 восьмая, записать число не могу. Я с шагом 1 восьмая покрываю вот эту вот всю ось, да, числами. То есть я не могу мельче получить число, более точно. Чем хороша фиксированная точка? Да в ней почти всегда, ну, если я только не вылезу совсем, если у меня два числа в сумме не вылезают совсем за пределы, точно так же, как с целыми числами, да, если нет overflow, переполнения, то, окей, точность не теряется при сложении. Понимаете? То есть, смотрите еще раз, это важно, да, нота Бене. При вычислениях, при сложении, вычитании и умножении, да, не теряется точность. Не теряется точность. Да? Ну, скажем так, при умножении есть некоторые причины, по которым она может потеряться, если я умножаю на число, которое, ну, содержит дробную часть. Вот с этим делом там есть тонкости. Вы хотели вот именно это сказать, да? Да. Да, действительно, есть там тонкости, но, ну, сложение, вычитание, если честно, это довольно базовые вещи. Ну, да, при умножении я говорю. Так, что я хотел сказать, что не теряется точность, да, если нет переполнения. Если нет overflow. Понятно, да? Логично и понятно. Теперь дальше двигаемся. Но зато, какая причина? Почему от них приходится отказываться? Кстати, графические карты, занимаясь вот этими вычислениями, которые, а там очень много процессоров на графических картах, они очень мощно там работают параллельно, да, и предназначены для чего? Чтобы всю эту 3D-графику отрисовывать. Вот там вычисления на фиксированной точке. Там процессор не поддерживает вот эту вот арифметику, плавающей точкой. Центральный процессор умеет работать вот с такими числами. У него аппаратная поддержка. А на графической карточке, если вы захотите вот такую арифметику, то процессорам вот этим придется ее как-то программно эмулировать. А это всегда медленнее. Аппаратная поддержка, она хороша. Так вот, возвращаясь к вопросу. А что такое плавающая точка? В чем проблема? А проблема в том, что мы не можем хранить ту же массу электрона. И вообще, ну, мы слишком зажаты. Диапазон чисел очень узенький. Хотелось бы там большие числа хранить. Сотню, тысячу, миллион. Да, как-то вот на больших порядках. Или на очень мелкие числа поработать. И научный подход какой? Как мы работаем? Да мы, ребята, так вообще-то и работаем. Да, вот когда я пишу массу электрона, сколько там было? 9 и... 1 на 10 в минус 31, да? Соответственно, это грамм? Или кг? Килограмм, скорее всего. А, си. Короче, мы же так и работаем. Что это такое? Это называется мантисса. Числа. То есть цифры числа, его мясо. А это что такое? Это показатель экспоненты. Показатель экспоненты. Его так и называют. Вообще-то, конечно, нифига это не экспонент, а потому что это десятка. Мы знаем, что число е, да, это у нас что? 2 и 7, 1828, 1828, да? Кто-то шутил, что там 2 рубля 7 копеек стоило бутылка водки, что ли? А 1828 это год рождения Толстого. Я не помню. К сожалению, я могу ошибаться. Может, не Толстого, может, в Советском Союзе нет. Но смысл еще раз, да, что так называют, так называют мантисса и экспонента числа. Понятно, да? И как в физике вы прекрасно понимаете, что, собственно, экспонента, она, ну, вообще-то, как бы для оценки она важнее. Но реально, да, нам надо знать, сколько знаков после запятой, да, когда мы оцениваем мантису, то мы же пишем там, да, а сколько знаков, какая погрешность, да, в каком знаке. Относительная погрешность нам в том числе важна. И когда числа умножаются, относительные погрешности складываются. Вы это помните? Ну, если не помните, знайте. Короче. Примерно такую идею и предложили. А давайте хранить это отдельно и это отдельно. Котлеты отдельно, мухи отдельно. Ну, правда, есть такая тонкость. Мы хранить будем потом это в двоичном коде. Ну, вот это число и это число. И оба эти числа надо хранить в памяти компьютера. А давайте их хранить лучше в двоичной системе числения. Это будет более естественно. Ну, как будем в нолики-еднички пихать десятичные цифры? Нет, кстати, есть способ. Да, можно в 4 бита закодировать любое десятичное число. Правда, остается лишних 6 состояний. Но есть hexadecimal хранение. Такое есть. Можно по 4 бита тратим на одну десятичную цифру. Лишние состояния считаем незаконными и норм. Можно вот эмулировать хранение десятичных цифр в памяти компьютера. Hexadecimal. Вот. Но по существу, да. А давайте хранить эту мантису в двоичном виде. 1.00101. И показатель экспонента естественным образом хорошо бы эту экспоненту иметь... Естественно, сейчас другое число. Не то, которое было, да. Иметь это число как степень двойки, не десятки. Ну, потому что мне удобно будет отсчитать с двигом, да. Ну, что, на десятку, да, нажать или делить. Опять же, это очень затратный процесс. Зато их как степень двойки хранить, да. Два в степени, не знаю, минус три. Но это будет что, соответственно? Что эту запятую надо перенести. Раз, два и три. Да. Та-дам. Та-дам. И та-дам. Дописываю необходимое количество ноликов, да. И говорю, это у меня на самом деле, если я закрою глаза на вот это, это ноль целых, ноль половинок, ноль четвертинок, одна восьмушка. Ну, вы поняли, да, логика та же самая. Никаких проблем в двоичных дробях, честно, нет. А, нет, есть. Я прошу прощения. Дело в том, что число такое ноль целых пять десятых в десятичной системе счисления, оно записывается ноль точка один в двоичной системе счисления. А вот такое число, как ноль целых две десятых в десятичной системе счисления, то есть одна пятая, является в двоичной системе счисления, ой, я, к сожалению, не подготовился, я только сейчас сидеть считать. 1,5, она меньше, чем 1,4, значит, в ней 0,5, 0,4, в ней 100% есть 1,8, можно начать вычислять, 1,5, минус 1,8, мы сейчас можем потратить время, но фишка в том, что там получится бесконечная периодическая дробь. Наша методика хранения не подразумевает хранение периода этих вот, мы будем округляться, естественно, поэтому возникает такая проблема, что некоторые числа, например, 0,2, которые мы привыкли, что это число конечная дробь. Мы знаем, что 1,3, это бесконечная, 1,6, и так далее, 1,7, что все не кратное, то, что не делится на 10 на целое, оно все бесконечное дроби, естественно, работаем с погрешностью, но надо привыкнуть к тому, что 0,2 в памяти компьютера сохранить точно уже не получится. Просто автоматом с погрешностью. Я новости произношу? Тишина это тишина шока или что это? Или вы просто усваиваете, записываете? Это надо понимать, потому что это непривычно для нас, да, вот мы говорим на издеистичном языке, компьютер на двоичном, и когда это касается дробных, вот эта математическая особенность, она вот вживую всплывает. Поэтому, когда вы кладете в х, присваиваете 0,2, знайте, там уже не 0,2. Понятно? Поэтому есть интересная, забавная ситуация, когда вы складываете или вы читаете два числа, которые для вас вроде привычны, а результат он почему-то, елки-палки, откуда погрешно сделать, ну что-то, тупой какой-то. Нет, просто это само вот тонкости хранения чисел в двоичной системе, ну в десятичной те же тонкости, а что вы решили, что у вас 0,2 на самом деле? Может у вас там 0,2 само с погрешностью? Ладно, короче, я что хочу сказать, возвращаясь сюда. Да, как мы храним числа? Да, ну я запятую нарисовал, ладно, точечка. Мантисса и экспонента. Соответственно, возникает вопрос, до какого знака я буду хранить мантису? А, да, я тут экспоненту нарисовал в десятичной системе, негодяй. 1, 1. Да? В двоичной системе счисления. Вот, 3. И сколько знаков я отведу на экспоненту? Ну, на самом деле, я могу добавить, я сейчас добавлю, я добавлю вот сюда вот дополнительный знак, я сюда 0 впишу, 0,1,1, да, незначащий бит. Но я хочу, чтобы порядок экспонента у меня был от минус 6 до плюс 7. Есть такая тонкость, я вот так сейчас хочу. Максимальное положительное у меня здесь число какое будет? Сейчас я влезу или не влезу? Нет, я не смогу плюс 7, это будет, получается, до 3, нет, до 4, от минус 3 до плюс 3. Ну, слушайте, минус 3 и плюс 3, это тоже неплохо. Да, но у меня, на самом деле, от этого значка минус там, по-честному, нет. И мне хранить этот значок минус тоже нужен бит. Но я на этом сейчас, на этом бите чуть-чуть сыграю. Ну вот, ну и мне надо еще хранить плюс-минус вот здесь вот, да, то есть дополнительный бит сюда. Понятно? Итак, три базовые вещи, которые надо хранить. Знак мантисса экспонента. Как мы будем организовывать это хранение? У меня один байт, не разгуляешься. Но вы поймите, число байт, оно не решает все проблемы, то есть проблемы остаются принципиальные. Я потому и показываю на маленьком размере, что когда вы скажете, да у меня восьмибайтное число. Вот только недавно тут один вычислист, который занимается вычислительными расчетами, из Фиана, мне как раз говорит, что-то у меня вот это, проблема там с точностью. Вот я говорю, ну, посмотри, вот вычислительные вещи, связанные с стандартом, с этими вещами. Посмотри, как у тебя там, не возникает ли округление излишнего. Ладно, что я хочу сказать. Итак, знак. Знак в первом бите. В бите, прошу прощения. Знак в первом бите. Дальше мы будем хранить мантису. Ой, кажется, я намахнул. Мне не хватит столько бит хранить мантису. О, стоп. Мысль-то какая. Ну, во-первых, нам придется отказаться, да, и забраковать. Но мысль какая. Вот я либо сейчас, я уже договорился, что я хочу под экспоненту себе сожрать целых 3 бита. Это будет моя экспонент. Ну, экспонент, да, в этом смысле, там, не число е, да, а степень двойки. У меня остается 4 бита. Как бы сэкономить 1 бит? Все-таки это же точность, дополнительный знак. Так, вот. Я либо должен буду сейчас вот так вот, да, либо что? Разве у меня есть какой-то выход? Да, есть выход интересный. Дело в том, что для десятичных чисел первая цифра при хранении нормализованных чисел, то есть где вот я всегда подгоняю точечку под первую цифру. Вот так вот. Так вот, для нормализованных чисел в десятичной системе счисления всегда разная цифра. То 9.1, то 7.3, то там что-то еще, то там 2.1, да, разные бывают. Ну, 0.1 не бывает, потому что это значит, что мы нормализовали неправильно. Правда? Все кроме нуля. Уж если мы его нормализовали. Согласны? А в двоичной системе счисления все кроме нуля, это конкретно всегда единица. Вот эту единицу не надо хранить в памяти компьютера. Прикольно? Мы на ней экономим. То есть мы храним только то, что после... Я другой цвет возьму. Мы храним только то, что после запятой, и за счет этого я на один бит могу выгадать. Это кажется, что это смешно, но на самом деле при обсуждении стандарта, который потом будет использоваться на миллионах или миллиардах компьютеров много десятков лет, и эти будут научные вычисления, всякие там фактические вычисления, это суперважно. Гениально. Как хранить число ноль? Да, это отдельная проблема, но мы можем выпендриться. Я расскажу. Можно выпендриться для нуля. Сейчас я расскажу. Значит, ну фишка вот в чем, что да, мы храним в общем случае, мы храним мантису после запятой. Вот. Соответственно, у меня, допустим, что это число плюс, значит, знак ноль. Я там его, каким-нибудь там его, желтым я его рисовал, да? Уидынычка, да? Так, стой, единичка, прошу прощения, эта единичка, она у меня уже просто не хранится совсем, поэтому я ее могу красным нарисовать, да? А вот значок я нарисую желтеньким, да? Плюсик, значит, нолик. Дальше. Соответственно, ноль, ноль, один, ноль. Да, я их сюда загоняю. Ну и с экспонентами. Надо что-то сделать, чтобы можно было хранить отрицательную экспоненту. Но дело в том, что большие числа встречаются немножко чаще, чем очень маленькие. Поэтому здесь вместо того, чтобы воспользоваться дополнительным двоичным кодом, в котором у меня были бы в три знака двоичных, мы как раз трехбитовые, по-моему, обсуждали в прошлый раз, да? Это было, соответственно, от минус четырех до плюс трех диапазон, да? При хранении. Я их, по-моему, может, недостаточно обсудил. Но они естественным образом возникают по кольцу вычетов. Я не хочу углубляться в это все-таки. Все-таки нет. Почитайте. Откройте Википедию и почитайте. Дополнительный двоичный код. Как он устроен? Делают следующим образом. Просто берут и хранят не сам показатель экспонента, который там получается, а хранят его, да, плюс некое число, плюс некий P. То есть, если я назову вот эту штуковину буковкой E, то вот сюда отправляется не само E, а E плюс некоторое P. Причем это число P, оно у меня, ну, равно, например, в данном случае оно будет равно, скажу. Соответственно, от нуля, от нуля я буду вычитать 3. То есть у меня вот это вот число будет храниться. Сейчас, секундочку. Храниться у меня здесь, то есть я здесь записал, да, плюс, хочу плюс 3 написать, да. Соответственно, поскольку здесь будет сохраняться число показатель плюс P, сейчас, секундочку, и оно у меня равно будет так, мне надо, чтобы 4 было предельно, 4 плюс 3 будет 7. Да, все правильно, да. То тогда мне нужно выбрать P, равное 3. Да? Нет, 4, 4, 4. И тогда у меня будет 1, 1, 1 здесь хранится. Понятно? То есть в результате, если эта штука равна 3, то результат это 7. Да? А если бы у меня было, что минус 3, я хотел бы, да, степень, степень, минус третью я хотел бы, тогда у меня что бы получилось? Тогда бы результат бы равнялся плюс 1. Да? Сейчас, мне кажется, что я довираю. Наверное, на тройку надо сдвигать. Потому что мне надо, сейчас, секундочку, минус, да, да, пожалуй, наверное, на тройку все-таки надо сдвигать, действительно. Тогда у меня получится что? Если это было плюс 3, да, тогда у меня получается 6. Я сохраняю сюда, вот так вот. Видите, да? То есть я туда не 1, 1 вставляю, а вот плюс вот эту штучку. Для чего делается? Чтобы сдвинуть диапазон от, соответственно, от 0 до 7, который можно в 3 битах сохранить, сдвинуть его так, чтобы положительную было чуть-чуть больше, чем отрицательную. То есть есть еще и некоторая тонкость хранения, не дополнительный двоичный код, не прямой, а вот такая специфика. То есть в нем, наоборот, получается, что положительные числа, они имеют первым битом единичку. И 0. То есть даже 0, да, 0, если у меня там степень 0, вот здесь вот, да, плюс, что называется там, плюс 0 в двоичной системе, ну, короче, 2 в степени 0, то есть это просто вот число как есть воспринимается, да. В этом случае 0 будет у меня с этим вот плюс 3 будет записываться как 0, 1, 1. 0, 1, 1. Понятно? Число 0 у меня будет записываться вот так вот забавно. Я веду экспонента 0. Но сейчас даже вам не так важно сейчас глубоко вникать в битовую структуру, вот настолько, да, и ковыряться, как она устроена. Но знать об этом надо. На самом деле это, почему? Потому что это определит диапазон допустимых значений. Диапазон допустимых значений. Итого. Как располагаются эти числа у меня, как они располагаются у меня на прямой? Значит, ну, глобально максимальное число, которое я могу сохранить вот таким вот образом, это, давайте смотреть, максимальную мантису ему воткнем. 1, 1, 1. Эта единичка дописывается туда. 1, 1, 1, 1. Так. Максимальная степень будет равняться плюс 4. Максимальная степень плюс 4. Ну, слушайте, я позволю себе в десятичной писать ее. Хорошо? Ну вот. Соответственно, это число, оно, ну, это почти 2 без одной шестнадцатой. И единица, и пятнадцать шестнадцатых. Единица, и пятнадцать шестнадцатых. А вот это что означает? Плюс 4. Это значит, я эту запятую переношу. Оп, 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 оп. Ребятушки, да это число 31. Ну, это 15 плюс, то есть точка-то у меня здесь, оно прям ровненько в круглое число попало. То есть максимальное, что я могу сохранить, это плюс 31. Да? Фактически. Да, но с точки зрения хранения, это еще раз говорю, единица, да, и пятнадцать шестнадцатых, умноженное на 2 в степени 4, умноженное на 16. Ну, собственно, отсюда возникает, что у меня, по сути, дробная часть, 31.0. Но точность хранения этого числа, она целая. А что, если я вычту от него чуть-чуть? Ну, смотрите, при показателе вот таком вот, да, минимальное число, которое меньше, чем 31, ребята, это 30. Вот ближайшее число, это 30. Мы вроде дробно и обсуждаем, да, но получается, что, ну вот, да, шаг целый, целую, вот как, кстати, единицу занимает. Ребята, хуже. У вас этот шаг между двумя соседними числами может быть в миллионы и миллиарды. Если у вас очень большие экспоненты, например, 300, 308, в числах двойной точности, которые в 8 байтах хранятся, там допустимое значение, если переводить в десятичный системы числения, то это плюс 308. Ну, порядка. Там 300. В результате у вас будет количество знаков, которое хранится после запятой, 15, ну, порядка, там, двоичные знаки. Вот если к десятичным округлить, порядка 15, 16, уже можно считать, что он бросовый знак. Число, в смысле, регистр. Вот, десятичный. Короче говоря, получается, что у вас 10, если у вас показатель 300, 10 в степени 200, 200, прошу прощения, 85 – это расстояние между двумя соседними числами. А число, которое находится между ними, невозможно записать в память. Просто вот в числах двойной точности. Круто, да? Поэтому то, что вроде дробные числа, а у нас числа соседние – это 30 и 31, да, ну да, вот прикольно. И таким образом я буду шагать, на самом деле, довольно далеко. Следующее число – 29. Так, стоп. А если я, так сказать, понижу порядок, да, скажу, ну давайте понизим, давайте плюс третью степень, ну сразу я, сказать, запятую ставлю теперь не туда, да. У меня возникает точность 1, 2, да, уже я могу хотя бы в середину между числами попадать и хранить такие числа с точностью половинка. Да, но зато диапазон чисел, которые у меня теперь, да, если у меня точка находится вот здесь, это какие числа? Ну максимальное число – это 15. То есть у меня это дело будет продолжаться до числа 15 целых и 1 вторая. То есть число 16, да, от числа 16 до числа 31, да, у меня погрешность хранения абсолютная – это единица. начиная с 15 и 1 второй начинается половинка, ну то есть уже здесь половиночка, понятное дело, да, до следующего понижения экспонента. То есть чем меньше показатели экспонента, тем меньше абсолютная погрешность. Естественно, что относительная погрешность хранения, да, она у меня разная. То есть 17 – это почти, число 16 – это почти 15 с половиной, да. Вот и число 17 до плюс-минус 1 мы можем только сохранять, у него погрешность получается какая? Ну 1 примерно там, условно, 1,17, да, ну 1,16 – это четвертый знак после двоичной запятой. А для числа 31 – это почти 32. У него относительная погрешность в два раза меньше. Понятно, да? То есть как бы относительная погрешность из-за того, что сам масштаб числа, то есть она немножко вот варьируется, да. Да. Нет, где? Невозможно. У тебя единица пишется всегда. Не забывай. Мы же сэкономили 1 бит. Нет, здесь единственное представление для хранения. У нас есть двойной, это только для плюс нуля и минус нуля, потому что у нас знак, как бы сказать, вот перед ним, он может быть возникать, и на самом деле это используется. Хотя достать этот знак из числа очень сложно, то есть плюс ноль равен минус нулю. Если сравнивать равно-равно, он скажет, да, они равны. Но если поделить на минус ноль, то получится плюс бесконечность, поделить на плюс ноль, плюс бесконечность, на минус ноль, минус бесконечность. Вот. При хранении, то есть естественно, вот я вам сейчас рассказываю всю эту кухню. Это все очень супер-пупер важно, поскольку на этом зиждется куча расчетов. Да, естественно, мантисы намного больше, да, экспоненты намного длиннее. Но суть та же самая, да, то есть у нас чем числа меньше, следующее какое будет, догадайтесь? Ну, очевидно, да, если тут без единицы 16, да, то есть у меня последнее, это 8, да, точка, ну, в смысле, 8 и ноль вторых, да. Соответственно, 8 и ноль вторых, да. А дальше что? 7 и 3 четвертых. Да, там дробность четвертиночка уже возникает, да. Там числа располагаются помельче. Потом еще мельче, то есть при приближении к нулю окажется, что у нас все меньше, мельче, мельче. А самое интересное, что делать возле нуля. Вот действительно, вопрос законный. А как ноль-то сохранить в памяти компьютера? Оказывается, все очень просто. В тот момент, когда у нас экспонента равняется тупо нулю, ну, я говорил, это у нас там не совсем вот так вот. Когда у нас экспонента фактически будет ноль, я правильно пишу? Неправильно пишу. Плюс 3 прибавляем, значит, мне надо написать ноль один один, правильно? Нет. Сейчас, секундочку. Что я должен сделать, чтобы у меня получился чистый ноль? А переполнение куда пойдет? Один плюс один, ноль, один. Ну, оно же сюда вылезет. Сейчас. Как мне надо сделать, чтобы меня прямо забьем? Ну, короче, когда у меня экспонента ноль, то тогда говорят, опа, отказываемся от единицы. Отказываемся от единицы. Здесь теперь ноль. Понятно? То есть, когда у нас вот тут ноль, то мы резко отказываемся от этой единицы в пользу фиксированной точки. Fixed point. Понятно? То есть, для чисел около нуля, для самых последнего диапазона, для них у нас работает вот эта старая система. За счет этого, как сказать, у нас вот конечные шаги возникают и есть возможность хранить чистый ноль. Кроме того, среди экспоненты специально в стандарте этих чисел резервируют специальное значение, специальное состояние битов этого числа, чтобы хранить такие числа, как плюс бесконечность, ну, она называется плюс инф, соответственно, плюс инф, минус инфинити, минус инфин, инф. И есть, ну, плюс ноль, минус ноль, как я сказал, число плюс ноль и минус ноль. Вот, но есть еще два числа. Число, которое называется не число, not a number. То есть, бывает, когда результатом вычисления вообще не является число, то есть, невозможно ничего, ни плюс, ни минус, и ни ноль, а просто вообще не число. И этих not a number две штуки. Один называется тихий, quiet, а другой называется громкий сигнал. Ну, обычно их не различают, но возможность таковая в стандарте предусмотрена, они есть, и они отличаются друг от друга. Понятно? Вот это вот такие вещи, которые надо знать, и стандарт, чтобы вы могли почитать стандарт и понимать, с какими конкретно числами вы работаете, надо знать этот стандарт, соответственно, большими, желтыми буквами напишу его международный стандарт и е е е а, господи, 754, забыл, знал наизусть, знаю его наизусть, но что-то вылетел. 754, у него есть версия 85-го года, но, естественно, мы должны пользоваться последней версией стандарта 2008-го года. Если вы наберете его в Википедии, там куча полезной информации, можно на английскую перейти, можно полезть в сам стандарт, он открытый, почитать подробности. Он предусматривает хранение чисел из фиксированной, там много разных вариантов, из фиксированной, из плавающей точкой, и для хранения в так называемой одинарной точности, это в 4-х байтах, для двойной точности, в 8-ми байтной, и половинной точности в 2-байты, ну, иногда бывает, не нужно там такая прям точность, в 2-байта. Я, честно, не знаю, есть ли там хранение в 1-байт, по-моему, четвертиной не предусмотрено, там есть даже хранение десятичных дробей, то есть, вот последний стандарт, он предусматривает это. Числа квадрапл, четверной точности. Стандартно для вычислений в большинстве языков в питоне, в C++, используется числа 8-ми байтные, числа дабл, двойной точности. Я вам их рекомендую как некий нормативный стандарт, но иногда бывает, вот, надо подумать, а не попробовать ли, а не посмотреть ли, а что будет, если я посчитаю, да, это займет кучу памяти, дополнительно в 2 раз больше памяти под хранение, вычисления будут происходить дольше, и они не поддерживаются аппаратно, потому что у вас процессоры 64-битные. А квадрапл, они 128-битные числа, их придется программным образом обсчитывать, это будет просто тупо медленнее все вычисления, поэтому, ну, есть такая проблема. Так, наверное, пора будить проектор. Доброе утро. Страна. Итак, мы с вами сейчас попробуем поговорить о я думал сказать вам еще про типы чисел в C++, показать что-то про стандартную, это проще показать на экране. Стандартный тип чисел double. Нужно ли пользоваться числами одинарной точности, они называются float, я думаю, не надо, вряд ли, ну, уже процессоры, они переросли, и они работают с даблами и с флотами с одинаковой скоростью. Так, что еще? Я хотел обсудить три математические вещи, которые мы сегодня возьмем, и они все будут связаны, в том числе и с точностью в итоге. Да, это будет у нас называться раздел аналитический, ну, короче, вычисление. Три вещи мы сегодня будем вычислять. Значит, первое, это ряд Тейлора суммирования, вторая вещь, это численное интегрирование, вот, и третья вещь, это численный метод поиска корня нерешаемого равнения, численный поиск корня, называется метод бисекции или метод двоичного поиска, ну, я так и назову, двоичный поиск, двоичный поиск, вот, вот, третья вещь, мы будем сейчас с вами обсуждать, ладно, значит, давайте начнем с записи выражений, вот, соответственно, expressions, в принципе, а как вычислять функцию, как ее записывать, значит, я сейчас, естественно, мне понадобится Eostream, вот, тип чисел для дробных чисел, ну, я вобью стандартные вещи, вот, естественно, что тип этот встроенный, double для чисел двойной точности, и, да, я хотел вам показать слегка, да, вот, собственно, это станичка в Википедии, значит, вот она там, там прописано много всяких вещей, это просто в Википедии, потому что это короче, коротко и просто и понятно, и тот довольно долго, весь правило округления, даже тонкости с направлением округления, вот, я не про это больше хотел сказать, сейчас, вернись назад, значит, форматы, основные и взаимозаменяемые форматы, в английской там более подробно, ну, вот, binary 64 это числа двойной точности, именно они обычно используются, хотя, как видите, бывают и decimal 64, там именно в hexadecimal системе хранится поциферно, вот, в тех случаях используются эти десятичные числа, знаете, когда? Когда это банковские вычисления, вот, когда это банковские вычисления, и там нужно десятичное количество копеек и так далее, вот там они нужны, а для всех вычислений научных обычно пользуются либо этими, либо этими, существуют, и вот эти, но про них даже в Википедии нету, но стандартно пользуются вот этими, дабл, дабл пресижен, 64 бита или 8 байт, соответственно, они давно существуют, и поэтому они, это самое, 11 бит тратится на порядок, простите, я вам, к сожалению, неправильно нарисовал в том байте, который на доске был, там я написал вначале мантисса, потом экспоненты, да, чисто автоматически, порядок хранится, конечно же, ближе к знаку, но это не суть важная, еще раз, вас по сути не касается, да, и он, как сказать, в пару байт влазит вот так посередине, опять же, поскольку процессорная поддержка, там нам пофигу, как это дело там впихнуто, вот, но смысл вот в чем, да, число, которое вычитается из экспонента 1023, соответственно, максимальный порядок, ну, то есть, например, порядок 0 записывается как 1023, да, значит, и порядок состоящий из одних единичек предназначен для записи особых чисел, да, бесконечности и не числа, вот, ну, вот некоторые примеры чисел, это двоичное шестнадцатеричное представление, ну, понятно для чего, для короткой записи, вот, чтобы описать какие-то там числа, да, наименьшее число больше единички вот такое, как видите, да, то есть, я к единице могу прибавить, сколько тут? 5, да, 5, и еще 5, оп, то есть, единица на 10-16 прибавлена к единице, она, слушайте, я даже в питоне могу это показать, она не приведет к увеличению единицы, сколько бы раз я это не сделал, но вот если эту вот прибавляемую единичку домножу хотя бы на 2, то уже будет работать, уже будет прибавляться, потому что вот этими шагами уже можно дотопать, увеличить число настолько, насколько надо, а, нет, не настолько, насколько надо, а до тех пор, пока я не перешагну двойку, как только я доковыляю до двойки, то число вот это вот 0,002, оно перестанет иметь значимость, его уже нельзя будет прибавлять, ладно, все, да, и там есть еще раз, денормализованные числа, минимально денормализованные, вот такое число, 10-324, ну и, соответственно, там в десятичном виде оно не супер красиво выглядит, двоичном красиво, ладно, посмотрите, короче говоря, про эти вещи, можно посмотреть, я двинусь дальше, так, это все нам сейчас не надо, минус 0 хотел вам показать, что, а, он существует в программировании, да, и возникает вот в этом самом, есть некоторые тонкости работы с ним, но обычно им тупо не пользуются, вот, ну вот 0 разделить на 0, это none, чтобы вы знали, да, ну и 0 умножить на бесконечность, это же not a number, так, что я хотел сказать, что я хотел сказать, я хотел посчитать что-нибудь, итак, я возьму число x, я его буду брать с потока ввода, я делаю этот проклятый using namespace std, проклят он, как я говорил, Бьерном Строу Струпом, создателями языка c++, вот, за то, что люди это делают, и делают негодяи в заголовочных файлах, это приводит к страшным последствиям, не дай бог вам за, когда-нибудь заинклюдить заголовочный файл, в котором прописан using namespace std, итак, значит, c in x, я считал x, и, соответственно, я хочу сделать c out f от x, ну, я сейчас всю математику вынесу внутрь, собственно, функции, вот, внутрь функции, которую я пишу, кстати, есть, такое вот, правило, оно не обязательно, но желательно, когда я писал на питоне, я, в принципе, так просто тупо делал, я писал функцию main сверху, а функции следующей порядка я писал ниже, помните? Ну, кто ходил? Помните, я развивал программу методом декомпозиции сверху вниз проектирования, но с точки зрения компиляции, компиляции, мне очень важно, чтобы к моменту, когда функцию, я вот здесь вот, компилятор будет видеть при своем лексическом, анализе, то эта функция, она уже обязательно должна быть определена, поэтому функция, которая возвращает мне число, да, double и получает число, да, она должна быть определена выше по тексту, да, есть способ эту функцию написать ниже, чем main, да, давайте, я сейчас тупо сделаю return 2 умноженное на x, ну, тупо для тестирования программы, да, вот, это, естественно, сработает, я сейчас сделаю сейчас прямо отсюда, я извинно умею запускать компиляцию, G++, этот самый, как он называется у меня, expressions он называется, и теперь я саму программу, я не выходя из Vim, ее и запущу тоже, двойточие восклицательный знак, A.out, значит, и что, а, он хочет число, давайте, как он бить число, мы дадим, 0.5, а, 0.5, тадам, умножить на 2, единичка, супер, он молодец, как мне функцию утащить вниз, для этого мне придется, то есть, если я сейчас это, ой, прошу прощения, если я сейчас это сделаю, вот таким вот образом, вот, и вот сюда вот, оп, то у меня программа перестанет компилироваться, я пытаюсь ее скомпилировать, и он мне говорит, unknown identifier, если бы это был питон, F wasn't declared in this scope, да, я не знаю, кто такой F, вы что, вот, ну что, значит, сейчас дадим ему познать, а как ему дать познать, надо ему предварительно ее объявить, и вот я сейчас сделаю вот такую штуку, называется это, как называется, прототип, я делал прототип функции, я ему обещаю, будет тебе функция, причем, знаете, даже я могу вот здесь вот не сказать, как будет называться этот параметр, я должен только тип сказать, прикольно, да, можно, лучше, если я скажу, потому что это слово, оно на самом деле может пояснять, то есть, человек, который будет читать программу, ему достаточно будет прочитать вот этот кусочек, он понимает, о, это собственно какая-то там, не знаю, я условно сейчас напишу, check, check something, да, и он получает там double error, то есть вот на самом деле название функции и название параметров, они уже часто довольно говорящие, и человеку не придется лазить вот туда вот вниз под функцию main, это все естественно где-то там в глубинах программы закопано, да, а он смотрит, а, ну все окей, да, супер, ясно, да, но в принципе теоретически я могу, могу, ой, прошу прощения, елки-палки, в темноте клавиш не видно, я конечно слепым набором обладаю, но все-таки тогда мимо клавиш промахиваешься, double f, double x, это заголовок функции, кстати, файлы, которые подключаются, они называются заголовочными, именно потому, что там содержатся только заголовки функций, а сами тела функции, они часто бывают уже скомпилированы, лежат готовенькие, чтобы не заниматься их компиляцией, ну про раздельную компиляцию было в первой лабе, я надеюсь, что что-то вы почитали, значит, короче, все, я сделал функцию, давайте запишем сюда какое-нибудь нормальное выражение, да, теперь это будет работать, я обещаю, а давайте напишем какое-нибудь выражение, ну, дважды синус х, посчитаем, а? Чего? А, какие вы умные, а? Я думал сейчас вас обломать специально, но я давайте покажу, я заготовил про это сказать, вы торопитесь события слегка, но это хорошо, что вы это знаете, да, действительно, математические функции на дороге не валяются, но надо сказать, что математическая библиотека питона намного богаче, а в данном случае мне действительно придется подключать математическую библиотеку, товарищи, математическая библиотека, она издавна, чем отличаются старые библиотеки, которые пришли еще из языка C, их раньше в языке C инклюдели вот так, писали math.h, раньше в языке C, я подчеркиваю, некоторые среды разработки, написанные некоторыми производителями, Visual Studio, например, насколько я помню, они до сих пор позволяют такое издевательство и недопустимый синтаксис, вообще-то, старые библиотеки надо подключать, просто прибавляя букву в кутце в начале, кстати, не путайте, в питоне C math это для комплекс math, там комплексные числа для работы с комплексными числами, а здесь это именно для действительных числ, просто это из языка C старый, они так будут C, STD и O, C там и так далее, C там что-то и так далее, это не про комплексные числа, это про язык C, ну да, действительно, значит, и там валяется, в частности, функция синуса, да, ну мы можем откуда-то, откуда нам узнать, что там вообще валяется, в отличие от питона, для C++ есть, конечно, стандарт, но стандарт, он вообще-то платный, доступ к последнему стандарту, он платный, но есть такие сайты, как там c++.com или cppreference, вот я пользуюсь, я мог бы еще с десяток вам разыскать и сказать, вот есть такой, а есть такой, вот, но я думаю, что двух этих достаточно, для того, чтобы вот вы могли нагуглить что-то про стандартную библиотеку, вот здесь есть референс, по которому вы можете посмотреть, да, там, ну, соответственно, c-library, c-math, видите, в скобках math.h, и в нем определены тригонометрические функции, вот так они называются, я сейчас увеличусь слегка, да, вот их название, там, гиперболические, причем некоторые появились, как видите, и недавно, в 2011 году, в стандарте, да, эксп, для e в степени нужном, да, что там, двоичная экспонента, да, появилась, прикольно, много чего забавно появилось, двоичный экспонент, логарифм появился, клево, раньше не было, а раньше мы жили вот с этим, ну, логарифм, слава богу, всегда можно поделить один на другой и получить логарифм с нужным вам основанием, поэтому можно натуральный лог, кстати, не ln, а лог, натуральный логарифм здесь, а диэстичный лог 10, короче, заглядывайте в библиотеку, когда вам что-то надо, естественно, да, еще степень пау, sqrt корень, да, кубический корень появился, клево, да, вычисление гипотенузы встроено, прикольно, ну, хорошо, нет, я вообще за расширение библиотеки, особенно в связи со всякими вычислительными вещами, а? Функция вычисления ошибки, округление, надо сказать, что округления в питоне были устроены лучше, сейчас появилось довольно много хорошего, потому что было округление к потолку, то есть всегда вверх, в большую сторону, к ближайшему целому, к полу, то есть всегда вниз, и для положительных отрицательных, к меньшему целому, да, вот, и только не так давно появилась возможность трункейтить, то есть отрезать после запятой, к ближайшему к нулю, да, то есть вот, ближе к нулю целое число, и раунд округления к ближайшему методу математики, вот, с учетом того, что там после запятой, вот, а еще и с кастованием, видите, появилось, вот, очень важно следить за стандартными, и си плюс плюс, вот эти вещи надо смотреть на самом деле, так, давайте ускоримся чуть-чуть, попробуем успеть что-нибудь еще посчитать, а то мы медленно работаем, но что я хотел, а я хотел эту функцию, например, ряд Тейлора для синуса, кто помнит? Итак, давайте, значит, мне понадобится для этого целочисленная переменная n, да, мне понадобится член выражения, которое я буду вычислять, которое я буду суммировать, да, и результат я буду складывать в double s, вот я сейчас эту же функцию буду вычислять рядом Тейлора, и мы посмотрим за ней, вот она у меня вычисленная там в стандартной библиотеке, и мы посчитаем, да, double s, так, которое вначале положу равным нулю, затем я запускаю цикл for, а зачем я n сделал, если я в цикле просто i заведу, или n, от, так, еще раз, какая формула? Так, значит, еще раз, одну секундочку, минус единица в степени n, правильно? Я правильно помню? Да. Умноженное на, а, да, как я ее сделаю, минус один в степени n, на самом деле, либо просто делать плюс, потом минус, плюс, минус, да, ну, либо мне нужно использовать функцию pao, минус один, запятая n, я не уверен, кстати, что это будет супер классно работать, но давайте попробуем. Я буду тупо записывать сейчас функцию. Так, x, ну, мне нужно на самом деле будет, опять же, x, но он у меня есть, да, в степени, в степени, 2 умноженное на n, плюс 1, так, и поделить на факториал. Откуда мы возьмем факториал? Слушайте, на самом деле, его проще вычислять прямо по ходу. То есть, мне несложно завести здесь второй фактор, да, фактор я назову, множитель, как бы, да, который начнется с единицы, я буду делить на этот самый фактор. Это звонок? Как печально. Я дофигища не успел. Много разболтался. Ладно, в следующий раз не буду так делать. Да, здесь нужно какое-то ограничение ввести. Значит, что я хотел. Я хочу этот фактор перевычислять на следующую итерацию. Он должен прибавлять по 2. Значит, я должен что делать? Домножать на n. Да? Да, тут есть такая тонкость, что вот я делаю это через запятую, значит, n, не надо думать, что он уже увеличился. Это такая жесть, на самом деле. Вот я не могу воспользоваться, я не знаю, каков сейчас этот самый n, поскольку я его тут же меняю в этом же выражении. Такая вот жесть. Вот, как видите, даже не так просто. Да, да, это лучшее, что можно сделать, тогда я хотя бы сделаю это в разных точках следования. Да, придется. Значит, еще раз, ничего я должен домножить на n и на нет. Тогда на 2n. На 2n и на 2n плюс 1. Вот так вот у меня, по идее, а? нет, нельзя. Ну, слушайте, можно оптимизировать, да нафиг надо. Слушайте, вы не занимаетесь оптимизацией излишней. Сейчас еще немножко, я хочу, чтобы у меня хоть что-то вот срослось с этим вычислением, да, и давайте этот самый результат тоже принтанем потом, да. сяут, сяут, соответственно, с. Да, естественно, мне фактор надо определить изначально, он должен быть объявлен, я его определю в отдельной строке. дабл, а? Нет, здесь я его не объявляю, а я его, этот самый, пользую уже. Так, запускаем на компиляцию, сейчас вы начнете разбегаться, я знаю, сейчас, одну секундочку буквально, и запустимся. Я думаю, что он посчитает фигню. Давайте, синус единицы, минус нан. Что-то у меня не срослось со счетом, ребята. Я подозреваю, что у меня пауэр от минус единицы нормально не работает, нужно почитать в библиотеке, и тогда мне придется самостоятельно качать его в плюс единичку, минус единичку, неплохой вариант. Но сейчас уже мы этого делать не будем, это такой знак, который будет туда-сюда шагать. Ладно, простите, что я не успел вычислительные вещи обсудить, но мы зато обсудили все, что связано с хранением чисел. Будьте осторожны, когда вы их складываете. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok